В железнодорожном районном суде вынесен приговор 48-летней хабаровчанки, зарезавшей своего 45-летнего мужа. Трагедия случилась 5 июля 2013 года в подъезде дома на улице Школьной. Чита выпивала, между супругами завязалась ссора. Во время процесса женщина заявила, что муж первый накинулся на неё с кулаками. Дескать, избиения в семье не были редкостью. Начали драться, драка началась в квартире, потом переместились в подъезд. В ходе следствия женщина свою вину признавала. Это не первый случай, когда она нападала на своего супруга с ножом. В 2009 году женщина дважды полоснула мужа. Врачи спасли раненого. В 2010 году женщина была осуждена по 111 статье Уголовного кодекса на три года, условно. Но и после этого разводиться с мужем хабаровчанка не захотела. Как утверждает самообвиняемая, она очень любила своего мужа. В состоянии алкогольного обвинения он был очень агрессивным. Постоянно создавал конфликтные ситуации. Но когда был трезвый, был адекватный. И она всегда надеялась, что прекратит управлять спиртные напитки. Вторая попытка усмирить агрессора оказалась фатальной. Мужчина скончался от множественных ранений в область груди. Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима. С места происшествия Евгения Куликова, Анастасия Кузьбина и Степан Симонов.